Привет всем! Меня зовут Оля, я учусь в Харбинском политехническом университете. В этом видео я хотела бы рассказать, почему я поехала учиться в Китай. Итак, на первом месте это всё-таки практика языка. Учителя с нами разговаривают на китайском, объясняют тему же на китайском, мы их спрашиваем на китайском. Красивый, красивый, красивая. Красивый, красивая. Помимо самих уроков, существует множество возможностей улучшить свой язык. Даже тот, кто не хочет этого, невольно будет взаимодействовать с китайцами. Спросить дорогу, прокатиться на такси, заказать еду, купить продукты и многое другое. Ко многим возможностям, несомненно, относятся знакомства с людьми из других стран. Не скажу, что у меня много иностранных друзей, но они есть. Ведь так ты не только практикуешь и китайский язык, но и узнаёшь много об их странах, об их культурах, традициях и обычаях. Что же касается повышения уровня китайского языка, то, несомненно, лучше общаться с носителями языка. И тут такой спорный вопрос стал. Мне говорили, лучше не заводить китайских друзей, которые изучают русский язык, ведь иначе они будут говорить только по-русски и никакой практики китайского языка не будет. Возможно, возможно, так оно и есть, но китайских друзей, на самом деле, просто так, ну, нелегко завести. Вот вам было бы интересно, если бы с вами познакомился человек, который еле-еле говорит по-русски. А вот с человеком, который изучает русский, возникает такой тандем. Ты помогаешь ему с русским, он тебе с китайским. У меня, например, есть такие друзья, и мы через день общаемся то на русском, то на китайском. Иногда в ход идёт даже английский язык. Так что скучно не бывает. И, конечно же, последний пункт, но не менее важный. Это опыт, эмоции, впечатления. Конечно, когда ты живёшь один, вдали от родителей, ты хочешь не хочешь, но взрослеешь. В Китае же ты попадаешь в различные ситуации, после которых, мне кажется, тебе уже ничего не будет страшно. Также в Китае достаточно активная студенческая жизнь. То университеты строят различные мероприятия, то сами студенты что-нибудь организуют. Так что, если тебе не сидеть за домом, ты найдёшь, чем заняться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА